Говорит Радио Свобода, в эфире программа «Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. Дипийцы – так назван сборник материалов и исследований, выпущенный в Москве домом русского зарубежья имени Солженицына. Термин DP англоязычный, означает displaced persons – перемещенных лиц. Это административно-юридическое наименование тех, кто в результате Второй мировой войны покинул свои места и оказался в других странах. В Германии прежде всего, но также и в Австрии, и на севере Италии, и во Франции, и всюду, докуда простерся гитлеровский оккупационный режим. Дипийцами были далеко не только советские граждане, а среди советских – не только представители второй волны эмиграции. Некоторые эмигранты, попавшие в Европу сразу после 1917 года, тоже иногда оказывались в числе DP. В чем интерес историков к этой категории лиц? Во-первых, социологически, политически и культурно интересно любое масштабное явление, а речь в данном случае идет о многих миллионах перемещенных граждан. Во-вторых, судьба любого дипийца исключительно драматична. Вырывание человека с корнем из привычной обстановки, разлучение с семьей, лишение всякого имущества, потеря какого бы то ни было социального и, чаще всего, профессионального статуса, тяжелейшая безработица, отсутствие ясных перспектив на жизнь и над всем этим каждодневный страх. Страх быть выданным на расправу Сталину. Страх быть обвиненным в соучастии в нацистских преступлениях, в коллаборационизме. Ну и в-третьих, крайне малая изученность наследия дипи. Какие книги, журналы и газеты они выпускали? Какие стихи писали? Были ли среди них талантливые художники, музыканты, актеры, режиссеры, ученые? На этот последний вопрос ответить проще всего. Да, были таланты. Поэты Иван Елагин и Николай Моршин, прозаики Борис Ширяев, Сергей Максимов, Николай Нароков, Геннадий Хомяков, Леонид Ржевский, Владимир Юрасов, филолог Владимир Марков, публицист Михаил Коряков, историк Николай Ульянов. Это только те, чьи произведения уже отчасти переизданы, но впереди еще непочатый край работы. Дипийцы создавали по всему миру издательства, выпускали газеты, принимали активнейшее участие в запуске и работе трех радиостанций «Би-Би-Си», «Голосы Америки» и «Освобождение нынешней свободы». Сборник Дипийцы закладывает хороший фундамент систематического изучения этой огромной, драматической, часто болезненной темы. Ее общее название хорошо всем известно – «Холодная война». Но перед нами на этот раз не атомные секреты или правительственные комиссии, не открытая дипломатия, а люди, человеческие судьбы, неуслышанные голоса целого поколения. «Нами неуслышанное». Составитель и ответственный редактор сборника историк Павел Трибунский. Мой первый звонок ему в Москву. Павел, скажите, пожалуйста, какая ваша мотивация при занятии этой темой? Почему дипийцы? Что вас привлекает и что привлекает науку в этой теме? За мировую науку сказать не берусь, а для меня исходным импульсом послужила работа над фондом Геннадия Хомякова, который оказался в Доме русского зарубежья в 2014 году. Я начал его разработку с целью описания. Однако в процессе банальной технической работы выяснилось, что фонд представляет из себя ценнейший кладезь материалов вот по послевоенной истории и, прежде всего, конечно, дипийской миграции. И в процессе работы мне хотелось создать, понять окружение тех людей, с кем работал Хомяков, с кем конфликтовал, с кем дружил, с кем не дружил. И в процессе работы при чтении данной литературы по данному вопросу выяснилось, что тематика вообще излишне политизирована. Здесь накладывается и политический аспект, и нежелание многих дипийцев что-то рассказывать о своем прошлом. Плюс к тому, по сравнению с той же первой миграцией, материалы сохранились крайне фрагментарно. И, желая как бы подсобрать материал для комментирования переписки Хомякова, вошел в контакт с множеством людей. Некоторые написали воспоминания о Хомякове, и их можно прочитать в данном сборнике. А некоторые люди выразили желание поучаствовать статьями и публикацией материалов. Так примерно и пришла идея создать такой сборник. Естественный вопрос. Я задаю его от имени читателя, который не совсем в курсе обсуждаемые темы. Скажите, пожалуйста, дипийцы – это что, предатели или кто они? Вещи, связанные между собой лишь отчасти. То есть люди, лишенные статуса гражданства, оказавшиеся на территории, как правило, три зони, то есть это совместная зона под управлением Великобритании, США и Франции, отказавшиеся возвращаться в Советский Союз и искавшие себе возможность применения своих сил, способов выживания практически по всему миру, в разных странах, на разных континентах. И дипи – это всего лишь юридический статус. То есть человек без гражданства, перемещенное лицо, которому надо было найти где-то место поселения. Оно так и фигурировало в официальных документах, но, естественно, оно являлось и синонимом людей, оказавшихся на Западе не просто не по своей воле, а именно по своей воле, в свое время занимавшихся коллаборированием или просто бывших коллаборантов на территориях оккупированной нацистской Германии, кто-то прошел через русскую освободительную армию, через другие такие квазинациональные соединения. Ну и не будем забывать, что, опять же, по приблизительным подсчетам советской стороны из порядка 500 тысяч людей, не пожелавших вернуться в границы, на территорию Советского Союза, подавляющее большинство составляли, конечно же, представители прибалтийских народов, украинцы, народы Закавказья, ну, великороссов это примерно где-то 10 процентов. Соответственно, упор идеологических противников Советского Союза был не столько на русскую карту, сколько на упор на национальность, то есть на национальное формирование как возможность повлиять на судьбу, будущую судьбу Советского Союза. Каков главный, на ваш взгляд, вклад Ди Пи в историю 20 века, в его культуру, в какие-то общественные шаги? Я даже не готов ответить на этот вопрос, несмотря на то, что он достаточно прост и понятен. Сама тема еще плохо изучена, это прежде всего. Для меня, как изучающего достаточно частные сюжеты, вот эта широкая панорама только-только начинает открываться, хотя какие-то промежуточные выводы сейчас уже я вот так, наверное, мог бы, по крайней мере, для себя обозначить. Вот такая межуумочная волна, не давшая больших имен, не блиставшая большими именами, но достаточно хорошо пришедшаяся ко двору вот в эпоху Холодной войны противостояния Советского Союза с его союзниками с одной стороны и Соединенных Штатов Америки и их союзниками с другой стороны. То есть люди с советским опытом выживания знавшие как слабые, так и сильные стороны режима, они оказались весьма удобны в качестве идеологических бойцов, людей, которые открывали западному миру именно Советский Союз, а не дореволюционную Россию, которую к тому моменту уже явно русские потеряли. Я думаю, что, наверное, вот в этом определенного рода возрождение интереса к России, именно как к врагу, противостояние с ним и возможность представить свой опыт советский в качестве учебного материала, в качестве пропагандистского материала, в качестве такой определенного рода идеологической какой-то борьбы. Это, пожалуй, единственный такой ответ на вопрос, который я могу точно дать. Потому что с точки зрения величины и с точки зрения тех достижений, которые для второй волны, и как мы ее часто называем, эллидипийской волны характерны, это менее заметные деятели XX века, будь то по сравнению с первой волной или с третьей волной, начавшейся в 70-х, в конце 60-х, начале 70-х годов. Вот, пожалуй, единственный вывод, который мне пока удалось прийти в ходе исследования. Какие направления, какие темы, какие ареалы изучения кажутся вам наиболее важными сейчас на этом этапе исследования проблемы? По большому счету, вот это изучение послевоенных движений, оно четко отделилось от, как мне покажется, четко отделилось от изучения русской освободительной армии. То есть есть определенная группа историков, которая занимается исключительно Власовым, его сподвижниками, воинскими формированиями и, соответственно, коллаборацией с нацистами. И несколько сбоку находится изучение того вклада, что внесли гипийцы в развитие зарубежья, диаспоры, как они оказались между разными волнами. И мне кажется, что здесь упор было бы неплохо сделать на культурную составляющую, издательскую деятельность. Наверное, неплохо было бы рассмотреть те учреждения и организации, которые создавались гипийцами в странах пребывания. Ну и, конечно, тот вопрос, который невозможно никак обойти, это взаимодействие новых беженцев с властями от разведки до внешнеполитического ведомства тех стран, в которых они оказались. Потому что вот эта эмиграция четко находилась в прямой зависимости от того, как и насколько ее поддерживает правительство, той стороны, где они пребывали. Удалось ли гипийцам осуществить поставленные цели, поставленные ими самими, и теми, о ком вы только что сказали? Они были настолько разнообразны, эти цели. Если взять статью Бена Тромли, она одна из первых идет в сборнике, да не только эту статью, но и многие другие его работы, то некоторые гипийцы строили просто наполеоновские планы по свержению сталинского режима в Советском Союзе, считали, что это дело месяцев, в крайнем случае года. Естественно, такие планы не могли быть осуществлены ни тогда, ни позже. Какие-то планы более мелкие, а именно попытка помочь в ассимиляции в тех или иных странах, попытка помочь с работой, сохранение национальной идентичности. Тут гипийцы, естественно, оказывались не на пустом месте, здесь уже была проведенная работа и предшествующими иммигрантами, да и, собственно говоря, сами гипийцами. И здесь работа носила такой достаточно плодотворный и творческий характер. Поэтому ответ еще, мне кажется, лежит далеко впереди. Нам еще его исследовать и исследовать. Павел Трибунский. На волнах Радио Свобода выпуск мифов и репутаций. У микрофона Иван Толстой. Мы обсуждаем новинку Дома русского зарубежья имени Солженицына сборник «Дипийцы». В 500-страничный том, подготовленный Павлом Трибунским, вошли больше 20 публикаций. Среди них статистический обзор численности перемещенных лиц, работа русского института в Гармише, судьба русских эмигрантов в Латвии, деятельность Советского комитета за возвращение на родину, отношения Ивана Бунина с новыми эмигрантами и отношения с ними старых российских социал-демократов, судьба историка Николая Ульянова, прозаика Леонида Ржевского, итальянские злоключения книги о русской литературе Бориса Ширяева, демографические исследования в Мюнхенском институте по изучению СССР, архивные раскопки в Гувере, некоторые эпистолярные связи читателей с редакциями и расшифровка стоящих за этими письмами подлинных биографий и ряд других тем. Особо хочу отметить небольшой мемуар Ростислава Владимировича Полченинова, самого принадлежащего к первой волне эмиграции, но пишущего в данном сборнике о своих коллегах-депийцах. Воспоминания заглавлены с Хомяковым, Коряковым и другими на Радио Свобода. Обратите внимание, жителю Нью-Йорка Ростиславу Владимировичу Полченинову сейчас 102 года, и он попросил уточнить, в каком именно часу наша передача выйдет в эфир. Мой следующий собеседник историк Бен Тромли, автор глубоко документированного исследования «Беженцы холодной войны» и ЦРУ. Книга вышла два года назад, пока только по-английски. В сборнике Депийцы Бен Тромли пишет о деятельности ЦРУ в антикоммунистических организациях 50-х годов. Профессор Тромли, до недавнего времени большинство исследователей русской эмиграции не касалось вопроса о контактах эмигрантских организаций с американской разведкой. И это совершенно понятно. Историки не хотели влезать в ту область, где нет еще достаточного количества рассекреченных документов. Вы однозначно утверждаете, что такие контакты между ЦРУ и эмигрантскими организациями были. Скажите, пожалуйста, какой фундамент вы кладете в основание своих работ? Фундамент в работе с точки зрения источников можно уже много найти, много, в принципе, документов ЦРУ доступны, которые касаются этих эмигрантских операций или частично. Дело в том, что они были рассекречены в связи с законодательством о военных преступлениях Второй мировой войны. Хотя, собственно говоря, те документы, которые касаются эмигрантской антикоммунистической деятельности, они, в принципе, там нет информации о военных преступлениях, но так они прошли. Поэтому ЦРУ, конечно, организация, которая не хочет особо много рассекречивать, но в данном случае база источников очень богатая. Насколько масштабна была связь ЦРУ с эмигрантскими организациями? И насколько длительно? Что касается масштаба, я думаю, что достаточно масштабно. В том плане, что уже в начале Холодной войны разведчики, политики американские, в принципе, питали большие надежды на эмиграцию в Россию, что те россияне, которые должны были покинуть свою страну, они представители русской нации, что они смогут как-то бороться с Советским Союзом. Поэтому надежды были большие. Если речь идет о том, о масштабах в плане финансирования, допустим, ЦРУ, хотя финансирование очень нелегко удается уточнить в документах, что можно сказать, что, наверное, украинские группы были более мощные, что на них тратилось больше денег, хотя это в чем-то логично, потому что было больше ДП украинцев, чем ДП русских, и однозначно американцы больше интересовались второй волной ДП, чем первой волной, чем эмигранты послереволюционные. Скажите, а какие главные политические и организационные результаты вот этой связи ЦРУ и эмигрантских организаций? Что ЦРУ удалось добиться? На мой взгляд, результатов конкретных очень мало. В каком плане? Что надежды были нереалистичными. Они думали, что эмигранты могут активно чего-то добиться за Берлинской стеной с точки зрения сбора информации, разведка, естественно, и тоже, что называлось политической войной. То есть, нанести удар под Советским Союзом именно политического характера. И эти две функции или две цели ЦРУ или американского государства имели очень несерьезные результаты, можно сказать. Что, естественно, само собой разумеется, что эмигранты второй волны и первой волны имели очень минимальные, если вообще их было связи с соотечественниками в Советском Союзе. Такого было просто невозможно. Поэтому как бы посылать каких-то агентов в Советский Союз, как я пишу в статье, были такие печальные результаты, что были схвачены фактически сразу эти агенты. Где более активно развивалась антикоммунистическая деятельность эмигрантов, это было в Германии. Потому что, естественно, граница была не полностью закрыта из-за статуса Берлина, и эмигранты могли частично во Восточной Германии действовать. Тут идет речь о операциях, которые были направлены на солдатов советских, которые базировались в Восточной Европе. Как можно убедить их убежать на Запад, допустим. Вот такие были более активны, но они тоже в конечном счете уже в конце 50-х, начале 60-х годов ЦРУ уже решила, что и такие операции были не особо, в смысле дали небольшие результаты, незначительные. То есть вы хотите сказать, что уже в 60-е годы ЦРУ стала несколько сворачивать свою активность, уменьшать деятельность? Однозначно, да. Была организация ЦОП, Центральная организация политических или послевоенных сначала, потом политических иммигрантов. ЦРУ фактически создало такую организацию из беженцев советских, полностью закрыли это дело уже в 1963-м году. Что касается НТС, продолжали можно сказать американцы поддерживать НТС, но это уже было совсем разные масштабы, разные масштабы. То есть мы знаем из личной переписки Константина Болдырева, допустим, что уже в 60-е годы было очень мало денег у НТС. Они по-всячески искали деньги на свою политику, в том числе среди частных граждан американских. История с НТС, она ведь очень какая-то загадочная, противоречивая организация была, не правда ли? И много было слухов о том, что она инфильтрована советской агентурой. А насколько успешно удавалось американцам выявлять в эмигрантских кругах и организациях вот эту самую советскую агентуру? И вообще, если еще проще поставить вопрос, в чью пользу был счет? Советскую или американскую этой вот разведывательной игры? Я думаю, что это уже с большим трудом удавалось американцам выявлять советскую агентуру среди эмигрантов. Почему? Потому что у советской разведки был огромный опыт, конечно. Большевики уже с 17 года фактически боролись с эмигрантами, со своими врагами за рубежом. Нельзя забыть, что ЦРУ было первое в принципе агентство такого масштаба значит для разведки США, и они, конечно, еще как-то не особо могли бороться в 50-е годы, не умели в этой борьбе участвовать. Плюс, конечно, что советская сторона разбиралась хорошо в этой эмигрантской среде и культурно, и знали прошлое, допустим, этих людей. Очень часто семьи, оставшиеся в Советском Союзе, были использованы советской разведкой, чтобы оказать давление на эмигрантских политических деятелей. Поэтому я думаю, что в принципе в этом плане польза была у Советского Союза. При этом был такой загадочный механизм, о чем я пишу в своей книге, что когда эмигранты стали жертвами, допустим, похищений, что было не раз, или просто очень активных действий Советского Союза, которыми советская сторона боролась с эмигрантами, это в чем-то помогло эмигрантам, потому что эмигранты потом могли говорить своим американским патронам, смотрите, как нас боятся. Поэтому получился такой круг, можно сказать, что действия советской разведки как-то только поддерживала в чем-то репутацию эмигрантов, которые на Западе были. И, конечно, безусловно, никогда не исчерпывался страх советского государства перед эмигрантами. Хотя можно сказать, я бы сказал, что это уже как-то нерациональный страх, что большевики сами были эмигрантами, которые захватили власть во время войны, а они знали, что в каких-то очень нестабильной ситуации, допустим, во время войны эмигранты могут приобрести какую-то власть или какую-то роль в истории, которую они не могли иметь в более стабильное время, допустим, холодной войны. В вашей статье в сборнике Депийцы ничего не говорится на тему ЦРУ и радио Свобода. А что вы скажете об этом, если я вас сейчас спрошу? Да, это очень интересно. Можно сказать, что это совсем другая страна деятельности ЦРУ по отношению к эмигрантам. То есть была оперативная линия, которая посвящена статья моя здесь. А политика по отношению к Радио Свобода, это было, в принципе, другие люди уже внутри ЦРУ. Это было, очень часто курировали этим делом интеллектуалы. Это было, по-моему, в какой-то момент перешло в культурную часть ЦРУ, чем в оперативную. Значит, у них был совсем другой подход. А противники, конечно, думали конкретно, какие операции провести и так далее. А вот те эмигрантские операции, которые породили Радио Свобода, они были более, можно сказать, более открытые. То есть цель была создать такой мощный фронт объединения антиполитических эмигрантов всех мастей, да, и объединить их, и в принципе давать им какую-то меру свободы в своей деятельности. Идея была в том, что эмигранты лучше знают, как бороться со Советским Союзом, чем американцы. У них была такая теория, если эмигранты будут сами вести эту работу, значит, с одной точки зрения следов не будет до американцев, то есть не будет понятно, что американцы поддерживают, такая была надежда, и с другой стороны, ну как я сказал, что будет более эффективная пропаганда. трагедия в том для эмигрантов, что объединить этих всех разные эмигрантские группировки было очень трудно, и даже невозможно. Уже как-то только российских групп первый этап шел, который объединил только российские организации, уже были споры. В первую очередь между левыми силами, меньшевиками бывшими, или настоящими, даже можно сказать, в США, и, конечно, НТС, который имел совсем другое идеологическое направление. А потом они должны были еще прибавить, как вы, наверное, знаете, нероссийские организации, которые представляли другие народы Советского Союза. А тогда уже стало невозможно. Они просто не могли в одной комнате встречаться, они ненавидели друг друга, и просто было невозможно создать такой фронт, всех эмигрантов антикоммунистического характера. Над чем вы сейчас работаете? Как вы продолжаете ли исследования в этом направлении вашей темы? Да, я сейчас занимаюсь темой Власова, но не только Власов и русская освободительная армия времен войны, хотя литература еще на эту тему слабая, можно сказать, только сейчас пишут особо на русском языке хорошие работы об этой теме, но и память власовцев. То есть, как я обнаружил, для этого проекта власовцы имели достаточно, ну, сама даже идея Власова имела большой резонанс внутри США и внутри Западной Германии во время Холодной войны. И ведь потом, после 91-го года память о власове, о коллаборационизме перешла, конечно, обратно в Россию. И, как вы знаете, конечно, это очень спорная тема для российского общества. Поэтому у меня вот такая уже тема в стадии развития. Бен Тромли На волнах радио «Свобода» выпуск мифов и репутаций. У микрофона Иван Толстой. Мы обсуждаем новинку дома русского зарубежья имени Солженицына сборник Дипийцы. Назову и других участников сборника. Екатерина Андреева, Алексей Антошин, Петр Базанов, Алла Громова, Вера Яхнова, Борис Ковалев, Светлана Ковальчук, Евгений Кодин, Валерий Левченко, Андрей Мартынов, Евгений Пономарев, Андрей Попов, Борис Равдин, Елена Скорлыгина, Феофан Ставру, Михаил Талалай, Марк Тольц, Сергей Цоя, Манфред Шруба, Владимир Янцин. Мой следующий звонок в Мюнхен историку и блогеру Игорю Петрову. Игорь Романович в академических институциях не состоит, но его исследовательским находкам, трудоспособности и интуиции может позавидовать большая организация. Он переводит и анкеты Гарвардского проекта и очень убедительно выявляет скрывшихся анонимов и сопоставляет оригиналы германских документов с их дальнейшим бытованием, в исследовательской и популярной литературе чаще всего не в пользу популяризаторов и устанавливает подлинные судьбы легендарных своей темнотою персон. В частности, Игорь Петров расшифровал загадочного Милетия Зыкова над энегматической фигурой, которого бились следопыты уже много лет. Итак, Мюнхен, Игорь Петров. Дипийцы как этическая проблема и психологическая проблема наши, не наши, предатели или вольные люди, которым просто повезло стать свободными. С какими суждениями приходится вам сталкиваться как исследователю? Чаще всего просто мне приходится сталкиваться как ни странно с незнанием. То есть, в моем блоге я достаточно часто публикую какие-то документы о Дипи и так как я считаю, что это уже давно публикующиеся материалы, то мои читатели должны быть в курсе того, о чем идет речь. Но практически к любой подобной публикации все равно приходит кто-нибудь с стереотипными вопросами. Кто такие Дипи? Объясните, пожалуйста, почему они через пять лет после окончания войны жили в лагерях с тюремными порядками? Зачем они себя выдавали за западных украинцев или поляков? То есть, я думаю, что перспективы народного просвещения по этому вопросу не очень хороши. И тут я настроен достаточно скептически. А вот что касается узкой страты специалистов и интересующихся, то как раз мне кажется, что в последние 10-15 лет сделан достаточно существенный шаг вперед, примером чему служит обсуждаемый прекрасный сборник, который Павел Александрович Требунский собрал. И мне кажется, что мы как раз уходим от нарратива свой-чужой, предатель, герой, и мы стараемся просто давать реальную картину событий, как это было, если люди были коллаборационистами, сотрудничали в пропаганде, например, или еще где-то. Мы об этом совершенно спокойно рассказываем, точно так же совершенно спокойно рассказываем, как они жили после войны, если они, допустим, придумывали какие-то ухищрения для того, чтобы избежать, что совершенно понятно с человеческой точки зрения, для того, чтобы избежать выдачи советской стороне, то мы тоже совершенно об этом рассказываем без каких-то, так сказать, моральных императивов или тыканье пальцами, вот, ха-ха-ха, как это смешно. То есть, я надеюсь, что ситуация просто вполне нормализуется, и прежде всего, я надеюсь, что историки, что показывает еще раз этот сборник, уходят от типичного нарратива умолчания о военном прошлом эмигрантов второй волны, потому что еще 15-20 лет назад, в том числе с подачи самых героев, был распространен эвфемизм, например, во время войны оказался в Германии или был вывезен в Германию. После этого плавно мы переходим к рассказу о послевоенной биографии, опуская подробности. Вот был яркий пример с философом Николаем Арсеньевым, это, правда, первая волна эмиграции, но тот же самый принцип, ему несколько лет назад хотели в Калининграде установить памятную доску и биографии написали. Обосновался в Кёнигсберге в местном университете, был профессором до 1944 года. Потом оказалось, что профессор Арсеньев на самом деле пошел в 1941 году добровольцем в Вермах, служил переводчиком при лагерях военнопленных в самую страшную зиму, когда эти лагеря просто вымирали. Сам военных преступлений не совершал, даже наивно писал в Берлин докладные записки, что, мол, произошла ужасная ошибка, но факт остается фактом. То есть он в тот момент оказался на стороне военных преступников, а не на стороне своего народа. Потом еще выяснилось, что после прихода Гитлера к власти он тоже в порыве чувств вступил штурмовиком в СА, так что, может быть, в итоге хорошо, что доску вешать не стали. Но это как раз пример того, как от практики умолчания мы переходим к реальной биографии, что, разумеется, ничуть не умаляет заслуг и достоинства Арсеньева как философа. Просто о его прошлом читатели тоже должны знать. В каком направлении идет расширение знания о ДИПИ? От чего к чему идет сейчас исследователь? Какие территории архивные и информационные в первую очередь захватываются? А может быть, и так спросить, какие хотелось бы сейчас на этом этапе захватить? Ну, тут я как читатель абсолютно всеяден, приветствую совершенно любые публикации при условии, что да, они идут в ногу с современным развитием знаний и технологий. То есть за последние годы действительно огромное количество материала оцифровывается, становится доступным совершенно любому исследователю. Уже достаточно во многих случаях нет никакой нужды ехать в Германию или наоборот ехать в Россию, чтобы получить какую-то информацию. То есть, если, например, сегодня кто-то пишет об эмигрантах второй волны, но не использует при этом общедоступные советские документы из памяти народа, например, то есть о военной биографии этих людей, до пленения или немецкие документы из архивов Батт-Аральзина, которые сейчас тоже оцифрованы и дают некоторый биографический срез. То есть, понятно, что ко всем этим документам надо относиться осторожно. В документах Батт-Аральзина как раз по упомянутым чуть выше обстоятельствам достаточно много умолчаний или прямой лжи. То есть, люди рассказывают не свою биографию, рассказывают чью-то чужую биографию для того, чтобы избежать выдачи советской стороне, не попасть под Ялтинские соглашения и так далее. Это, естественно, все надо учитывать, но тем не менее, если исследователь сейчас не работает с этим массивом данных, то мне кажется, что качество работы из-за этого несколько снижается. Что касается какие вообще ракурсы могут быть интересны, тем множество. То есть, можно легко представить, просто я знаю архивы, в которых все эти материалы лежат, тот же архив Николаевского, который, в общем-то, разработан еще далеко не полностью, можно написать целые монографии о сотрудничестве русских эмигрантов, например, с Американским комитетом по освобождению от большевизма, или можно написать историю центрального объединения послевоенных эмигрантов ЦОПы именно с российского ракурса. То есть, например, Бенджамин Тромли написал книжку с американского ракурса не так давно про эмигрантов холодной войны и их сотрудничество с ЦРУ. Можно дать такую же книжку с российского ракурса, с русскоязычного ракурса, но я боюсь, что такие подробности будут интересны, может быть, дюжине читателей по всему свету. А вот биографика или какие-то более локальные сюжеты, на мой взгляд, имеют лучшие перспективы. То есть, наверняка, в Дипийском океане скрываются совершенно неизвестные, малоисследованные, но крайне любопытные судьбы, о которых мы еще не знаем. Также, я думаю, что вот в упомянутом сборнике я хотел бы специально поблагодарить Екатерину Николаевну Андрееву и Павла Александровича Трибунского за публикацию переписки Николая Андреева и Геннадия Хомякова. Очень интересный материал, и я надеюсь, что подобные материалы также будут публиковаться в дальнейшем. Еще один огромный массив релевантных материалов погребен, к сожалению, в архивах ФСБ, до сих пор наиболее рестриктивных в отношении доступа, а также, даже если доступ получили это в отношении копирования материалов, хотя, как показывают пример украинских архивов КГБ, доступа к ним и даже от сплошной оцифровки отдельных дел небо на землю вовсе не падает, но тут я боюсь, что перспективы не очень радужные. Что касается биографики, имели ли вы в виду анкеты Гарвардского проекта, которым вы много занимались и много публиковали материалов из него? Да, ну, по этому поводу вышла, счастью, книжка, там я упомянут в предисловии, спасибо большое за это, под редакцией Олега Будницкого, там как раз опубликована половина, насколько я помню, этих самых интервью, которые я тоже переводил, они, правда, их переводили и комментировали самостоятельно, что совершенно правомерно и совершенно правильный подход. То есть моя задача, которую я когда-то поставил себе, была очень простой, это очень интересный массив информации, массив данных, но препятствует немножко их использованию, то, что все гарвардские интервью были, как известно, анонимные. То есть моя идея была в том, чтобы попробовать деанонимизировать респондентов, и в большинстве случаев это удалось, в частных случаях, в которых это не удалось, помогли, например, документы, которые были впоследствии найдены в архиве самого Даллина, Александр Даллина, который вел интервью в ходе гарвардского проекта именно по военной истории, и в том числе на основании этих интервью впоследствии написал свою знаменитую книжку о германской оккупации Советского Союза. Я думаю, что в данном случае как раз можно поставить галочку, что задача выполнена, к сожалению, в книге Рудницкого только половина интервью напечатана, еще несколько интересных интервью и крайне интересных людей, то есть, например, Владимир Позняков или Николай Пузанов, который жил на Западе под псевдонимами Тензеров и Бетлугин, они остались за гранью рассмотрения, но, может быть, когда-то и до них дойдет речь, а так я думаю, что этот массив информации все-таки уже введен в научное пользование. Я вас хочу попросить взять два термина «власовцы» и «дп» и показать взаимоотношения между ними и смысловое, содержательное, биографическое, политическое, потому что, боюсь, что не все наши слушатели легко разделяют эти вещи или, наоборот, трудом объединяют их. Как бы вы коротко пояснили бы, на пальцах буквально? Вы знаете, не очень просто. Мы как раз сейчас с моим соавтором Олегом Бейдой пишем книгу «Правласовское движение», и в рамках работы над ней мы изучили более сотни первичных допросов советских офицеров. То есть, в двух словах, я боюсь, не удастся ответить. То есть, мы пытались понять, с чего все началось. То есть, если вот, например, четкий водораздел, вот прямо на допросе уже видно, вот этот антисталинист, ага, а потом он пошел в русскую освободительную армию, вступил, ага, а потом остался на Западе, стал, так сказать, ДП, занялся какой-то политической деятельностью в этом смысле, и наоборот, вот прямо на допросе видно, это непоколебивый сторонник советского строя, и в дальнейшем, так сказать, он никакой коллаборации не замечен. Вот такого четкого водораздела, к сожалению, обнаружить не удастся. Приведу, например, такой пример. Капитан Александр Беленкин на допросе в июле 42-го года он заявляет, даже не будучи членом партии, признаю Сталина вождем России, который пусть путем больших человеческих жертв, но сумел преодолеть промышленное отставание от Запада, а смена правительства сейчас означало бы развал фронта и поражение России уже, поэтому правительство и Сталин должны остаться. Впоследствии он жил на Западе под фамилией Парфенов, стал достаточно, вступил в НТС, стал достаточно видным эмигрантским публицистом, публиковался также под псевдонимом Светов, и, разумеется, взгляды, высказанные на этом допросе, он уже не разделял. И обратный пример. Были люди, которые на первом допросе высказывались крайне резко антисталински, а затем от дальнейшего сотрудничества отказывались, вели в лагерях антинемецкую агитацию, из них даже погибали в концлагерях. То есть, если говорить об антисталинизме, то никаких сомнений нет, что у большинства жителей Советского Союза те или иные счета со сталинским режимом были. Террор, голод, преследование их самих или членов их семей, и в плену это чувство поначалу еще более усиливалось, потому что появлялись претензии к неумелому военному руководству. Потом они в лагерях попадали в совершенно жуткие нечеловеческие условия, которые достаточно хорошо известны, к сожалению. И это уже, в свою очередь, не вызывало никаких симпатий к немцам. И вот, не в качестве универсального объяснения, а в качестве некоторой модели, я бы здесь использовал мысленный эксперимент Шрёдингера с котом в ящике. В нем мы узнаем жив кот или мертв, только когда открываем ящик. Также и здесь, вот война и особенно плен, это настолько ужасное травматическое переживание, что пока оно длится, мы можем говорить лишь о суперпозиции тех или иных настроений, советских или антисоветских, внутри одного человека. Например, были пленные, которые с 41-го года сидели в лагерях, не сотрудничая с нацистами абсолютно никак, а в начале 45-го года, когда исход войны вообще-то уже был всем ясен, они вступили в вооруженные силы Конор, чем, так сказать, некоторые из них подписали этим себе приговор смертно, или они были отправлены в лагеря. И наоборот, люди, которые с самого начала сотрудничали с нацистами, достаточно быстро разочаровались, возможно, в этом или были какие-то другие причины, перебежали на советскую сторону и воевали против нацистов. Вот, возвращаясь к вашему вопросу, окончание войны это как раз открытие ящика, то есть это тот момент, когда власовцы для себя решали, окончательно закреплялись в той или иной позиции. Естественно, для большинства власовцев, которые остались на Западе и которые стали ДП, этот момент произошел, и им надо было под свою позицию найти какое-то идеологическое обоснование. У многих оно уже было готовым, потому что они, например, работали под нацистской, под немецкой русскоязычной прессе и занимались, так сказать, пропагандой, то есть в этом смысле основания уже было. Для других людей, особенно для людей, интеллигентных, рефлексирующих, нужно было понять, что вот, может быть, начальный импульс был продиктован просто желанием выжить в лагерях военнопленных, а затем нужно было найти под это фундамент, и, разумеется, фундамент это был антисталинский, и таким образом, так сказать, мы видим развитие каких-то послевоенных эмигрантских идеологических течений или организаций, например, тот же самый СБОНР, союз борьбы за освобождение народов России, так сказать, наиболее младовласовская организация, в которой было большинство представителей второй волны эмиграции и бывших военнопленных, и, так сказать, идеология здесь используется в качестве некоего цемента для скрепления, в том числе собственных, возможно, каких-то, так сказать, сомнений или правильности решений, или просто недовольства этим решением, потому что жизнь ДП, как мы знаем, была далеко не сладкой, это действительно была не точно такая же, но это тоже было очень голодная и несчастливая жизнь, особенно в первые несколько лет, пока люди, многие, к тому же, еще не знали языка и как-то пытались устроиться в чужой стране и как-то пытались организовать свой быт. Очень интересно то, что вы говорите, и сразу становится понятно, что без колоссального множественного издания всевозможных документов, мемуаров, показаний, свидетельств и так далее, и так далее, совершенно невозможно будет разобраться непрофессионалу во всей этой сложной проблеме ДП, власовцы, предатели, двойные агенты и так далее. То есть нужно очень много чего написать, сказать и пояснить читателю и слушателю. Конечно, работа предстоит совершенно колоссальная. Вот я видел в вашем блоге, что готовится книга ваша с авторством с Олегом Бейдой, автором, который живет в Австралии. Книжка о власовцах для британского читателя, англоязычная книжка. Очень хотелось бы, чтобы нечто подобное существовало на уровне ликбеза, на уровне введения в тему, так сказать, пропедевтическая какая-то книжка о военных проблемах существовала бы и на русском языке для российского читателя. Вообще, что вы могли бы посоветовать нашим слушателям почитать для начала, чтобы войти, чтобы оказаться на пороге этой темы хотя бы? Не очень простой вопрос, потому что я боюсь, что нейтрального совершенно источника нет. Я думаю, что необходимо совершенно читать трехтомник власовский, который выпущен в Госархивом, в котором в том числе есть материалы допросов самого Власова и других членов Комитета Освобождения Народов России, а также много дополнительного материала. Но при этом, конечно, надо учитывать то, что этот материал достаточно своеобразный, то есть это материал допросов, и когда Власов, Малышкин, Желенков, Трухин и остальные снова оказались на советской стороне, они, в общем-то, понимали, что их ждет, и тем не менее в этих допросах, то есть нельзя эти допросы полностью отвергать, я знаю, что есть авторы, которые эти допросы просто полностью отвергают как источник, потому что вся информация добыта под принуждением, так сказать, нет, я считаю это неправильным, то есть там в этих допросах достаточно много действительно верных вещей, но, конечно, тоже надо отделять зерна, плевелы. Тут для начинающего, может быть, это достаточно непросто, но, тем не менее, с этого надо начинать, то есть я всегда считаю, что с первоисточников лучше начинать, и в качестве некоторого обратного полюса есть диссертация Кирилла Михайловича Александрова, то есть наиболее, наверное, на данный момент полный такой обзорный материал по этой теме, но и в этом случае, на мой взгляд, это не вполне нейтральное изложение, вот если взять оба полюса, то где-то, может быть, посредине, почитать немножко оттуда и немножко оттуда, то, может быть, где-то посредине можно составить собственное мнение о всем этом сюжете, о всей этой ситуации. И последний, если можно, вопрос. Как в Германии относятся к изучению вот этой военной темы под русским углом к Власову, к депийцам и так далее? Есть ли свои собственные работы? Приветствуются ли они? Обсуждают ли в каких-то средствах массовой информации то, чем занимаются исследователи на этом поле? Безусловно, собственная работа есть, ну, то есть, можно начинать с Хоффмана, который когда-то написал историю в Власовской армии. Это была достаточно ранняя работа. Ну, также мы знаем, что, собственно, все началось, если говорить о 50-х годах, то все началось именно в Германии. То есть, первые публикации пошли именно в Германии. То есть, сначала была книжка Двингера, генералу Ласов, потом была книжка Юргена Торвальда. То есть, Двингер, это была такая больше, так сказать, литературная обработка сюжета. Торвальд уже, в свою очередь, поговорил с достаточно большим количеством немецких людей, которые так или иначе имели отношение к власовскому движению бывших офицеров пропаганды или бывших офицеров восточных войск, так сказать, немецких офицеров, которые опекали восточные войска. Вот. Это тоже, разумеется, совершенно не беспристрастный материал, но, тем не менее, это достаточно важный источник. Затем следующим шагом была книжка Свена Стенберга. В 68-м году вышедшая генерал Власов, тогда же примерно вышли мемуары Штрик Штрикфельда, который всем этим занимался. То есть, на начальном этапе на немецком языке как раз выходили совершенно пионерские работы, которые позволили со всей этой темой начать работать. И, собственно, сегодня, даже работая над книжкой в 2021 году, мы обращаемся и к архиву Торвальда, к интервью, которое он вел, и к материалам Штрик Штрикфельда, и к архиву Стенберга, потому что он тоже провел достаточно много интервью на эту тему. Сейчас, я так думаю, что интерес к этой теме не так высок, хотя несколько любопытных публикаций вышло. Например, была публикация несколько, наверное, уже около 20 лет назад о сотрудничестве генерала Власова с балтийскими немцами, с Крёгером, который вот уже когда был создан Комитет Освобождения Народов России, был поставлен курировать его от СС, то есть Диммлером был поставлен этот пост. Но, нет, к сожалению, широкого интереса это не вызывает. То есть, есть какие-то публикации время от времени появляются в Шпиделе или в других. Кто такой генерал Власов, что это было, такого рода публикации время от времени появляются, но сильного интереса общественного, я думаю, к этому нет и вряд ли он уже появится, есть какие-то свои темы для немцев, которые более интересны и более актуальны. Тем не менее, что касается работы в архивах, то, конечно, исследователь, который работает в Германии, находится в совершенно идеальной ситуации, потому что никаких препон ему не строится, он может работать практически с любимыми материалами, ну, по крайней мере, до 45-го года, о чём мы говорим, и на все запросы, на все возможные просьбы о копировании и так далее всегда архивы немецкие отвечают очень любезно, предоставляют информацию, и это, конечно, является огромным подспорьем для историка, который занимается этой темой. Игорь Петров, Дипийцы. И в завершении программы последний вопрос составителю и редактору сборника Павлу Трибунскому. Ждать ли читателю сборника Дипийцы 2? Я предложил Виктору Александровичу Москвину, директору Дома Русского Зарубежья, план выхода такого рода сборников именно под таким названием, превратить его в некое непериодическое издание, там, раз в 3-4 года. Руководство сказало, что обдумает этот вариант. Надеюсь, что ответ будет положительным. И на этом мы заканчиваем разговор о сборнике исследований и материалов Дипийцы, вышедшем под редакцией Павла Трибунского в московском издательстве Дом русского зарубежья. Тема велика и важна для понимания истории 20 века. Будем к ней не раз обращаться. Над выпуском мифов и репутаций работали режиссер Наталья Аркадьева и редактор Иван Толстый. А сейчас у нас остается еще немного времени и я хочу познакомить слушателей особенно новых с сериями наших культурных и исторических программ. Передача «Поверх барьеров». Ветеран нашего радиовещания. У микрофонов Свободы в Париже, Мюнхене, Нью-Йорке и Лондоне выступали самые известные писатели, актеры, диссиденты и спортсмены. Их выступления, исповеди и приключенческие истории воссоздают ту повседневную жизнь страны, которую каждый из нас старается объяснить своим детям. Вызовут ли предлагаемые истории ностальгию у кого как? Рядом с героями историческими голоса сегодняшних собеседников. В цикле «Мифы и репутации» идут беседы о русской словесности с Борисом Парамоновым. Звучат разговоры о писателях 19-го и 20-го века. Писатель в этих беседах берется в своем главном с жизнью и творчеством вместе с мифом о себе. Звучит программа учителя. Интеллектуальные лидеры, культурные наставники, духовные гуру, люди, сделавшие нас. Мои собеседники, писатели, историки, режиссеры, ученые. Говорить и выстраивать портрет своего учителя дело непростое, но благодарное. Насколько мы способны создавать положительную картину. Это программа о больших чувствах и ради этого я ее и придумал. Уже несколько лет мы с Андреем Гавриловым ведем алфавит инакомыслия. В этом проекте передачи о людях и явлениях, изменивших атмосферу советской истории, а иногда и повернувших политические намерения руководителей партии и государства. В алфавите инакомыслия для нас нет ни генералов, ни рядовых. Перед историей все равны, как перед алфавитом. Такова небольшая панорама, предлагаемая вниманию наших слушателей и читателей. Подробнее на сайте Радио Свобода, на странице герои Ивана Толстого. Заходите почитать и послушать. Грани времени. Еженедельная программа Радио Свобода. Мы подводим итоги недели. Главные события глазами наших корреспондентов. Смотрим и обсуждаем сюжеты. Я автор и ведущий Мумин Шакиров и мой приглашенный гость. Слушайте сразу после выпуска новостей. Подкасты Радио Свобода слушайте даже там, где нет радиосигнала. Скачивайте бесплатно на сайте свобода.org, а также в iTunes, Podster.fm и SoundCloud. Берите с собой в дорогу Радио Свобода. Редактор субтитров